Доброе утро! Я Егор Никонов, бренд-шеф отеля Вавильберг. Сегодня мы будем готовить завтрак родом с республики Мариэл. Пулашка муно. Это запеченные яйца с молоком, картофелем и зеленью. С марийского языка пулашка это миска или плошка, а муно это яйцо. Сегодня мы будем использовать зеленый лук, картофель, молодой сваренный предварительно уже в мундире, молоко, яйца, соль и растительное масло, чтобы смазать нашу форму. Для начала мы почистим наш предварительно сваренный картофель в мундире. Я предпочитаю использовать картофель без кожуры, но если у вас есть молодой свежий картофель, вы можете его нарезать сразу же вместе с кожурой. Зелень мы разделим на две части, где белую часть лука мы будем использовать внутрь, в паулашка муно, а зеленый мы будем украшать. Мы подготовили нашу зелень и сейчас будем взбивать яйца и молоко. После того, как мы замешали все до однородной массы, мы добавляем картофель и зелень. Кажется, что мы готовим просто омлет с овощами, но это не так. По традиции в республике Мориэл паулашка муно замешивался после того, как были сделаны первые домашние дела. Испекся первый хлеб, убрали угли. Печь, которая начинала остывать, люди ставили в паулашка муно, и там он томился несколько часов, что совершенно отличает его по вкусу от обычного омлета. Не забываем посолить наше блюдо. Сегодня мы будем использовать для запекания чугунную форму с толстыми стенами. Дома вы можете использовать керамическую посуду, либо стеклянную с толстым дном. Слегка смажем нашу форму растительным маслом. Наливаем наш паулашка муно в форму. Оставляем чуть больше сантиметра до края, чтобы когда масса поднимется, у нас это не вылилось за края. Мы отправляем наш паулашка муно в духовку на температуру 120 градусов на 40 минут. Пока паулашка муно запекается, мы подготовим зелень для его украшения. Возьмем зеленую часть лука и нарежем слегка под углом. Наш паулашка муно готов. Не правда ли это блюдо похоже на солнце, которого нам так не хватало зимой? Мы сейчас украсим его небольшим количеством зелий. Наслаждайтесь изысканной кухней и весенним теплом. Я приглашаю вас в ресторан Атрио, где в самую пасмурную погоду всегда солнечно. Субтитры подогнал «Симон»!